Улица Ленинского Комсомола, дом 134, дробь 56. По словам местных жителей, начиная с 15 июля, из мусорных контейнеров здесь не вывозятся бытовые отходы. Причиной тому является капитальный ремонт канализационного коллектора протяженностью в один километр. По словам жильцов дома, 10 июля рабочие перегородили въезд на территорию двора. 15 июля здесь начались работы и региональный оператор по вывозу мусор больше не смог попасть на территорию двора. Ну это неприятно, я уже молчу про все другие стороны, что это грязно, это крысы, это птицы, это гуляют дети, рядом детская площадка, это, как говорится, пахнет, когда жара, это просто, ну вообще это инфекция, я не знаю, тут и памперсы, вот у меня ребенок маленький, да, там памперсы эти складируются и прочее. С 15 числа мусор никто не вывозит, сегодня 21. Заметив, что мусорные контейнеры переполнены, жильцы дома начали обращаться в управляющую компанию, представители которой предположили, как региональный оператор сможет вывезти мусор. Экопронск будет решать вопрос самостоятельно напрямую с той организацией, которая производит ремонтные работы, что они будут решать это не с управляющим нашим, а с тем. И после этого, соответственно, она мне дала номер телефона Экопронска, Экопронск говорит, что напрямую они связываться не собираются. Руководитель управляющей компании должен организовать въезд для машины. Ну, с одной стороны, он прав, потому что он должен приехать, забрать, уехать. Он же не должен думать, как он сюда попадет. Таким образом, круг между управляющей компанией и оператором по вывозу мусора замкнулся. Как говорят местные жители, от представителя оператора по вывозу мусора в сторону управляющей компании поступало предложение о том, как организовать вывоз бытовых отходов. Региональный оператор это подтверждает. Управляющая компания должна обеспечить доступ к данным контейнерам. Таким образом, вытащите их наружу, значит, другое место временное определить, может быть, даже как вариант на улицу, пока вопрос не решится по окончанию ремонтных работ, либо еще каким-то другим вариантом. Но машина туда пройти не может, а подъезд обеспечивает в собственном случае. В свою очередь, представители управляющей компании говорят о том, что решили вопрос с подъездом к мусорным бакам. Они договорились с рабочими, чтобы те организовали въезд на территорию, после чего сообщили о возможности проезда региональному оператору. В управляющей компании отметили, что ограждение вокруг дорожных работ необходимо для безопасности движения автомобилей и пешеходов. Но остается открытым вопрос о том, что делать автомобилистам или тем жильцам, которым требуется неотложная помощь. У нас приезжала скорая в подъезд на днях. Скорая стояла со стороны остановки по улице Ленинского комсомола. Выехать с ребенком в поликлинику у нас также не получилось, потому что не организован въезд. Но он, опять же, нам сказал так рабочий. То есть, мы разговаривали с ними, что было предложено здесь организовать выезд. Он говорит, вы насыпьте временно, чтобы можно было как-то хотя бы легковым, хотя бы выехать отсюда. Жильцы дома не хотят, чтобы временный выезд вскоре стал постоянным. Поэтому они хотят как можно быстрее получить свой привычный выезд из двора. Кроме того, им не нравится парковать свои машины на зеленых зонах вокруг дома и в чужих дворах. Когда закончатся работы по ремонту коллектора, пока неизвестно. В паспорте объекта информации об этом нет. Между тем, когда этот сюжет готовился к эфиру, мусор был уже убран. Об этом нам сообщили жильцы дома. Региональный оператор по вывозу мусора подтвердил информацию. Представитель регионального оператора предположил, что вопрос подъезда к дому должны были решить рабочие совместно с управляющей компанией. Жильцы дома надеются, что мусор, как было обещано, теперь будет вывозиться регулярно. А все организации, обслуживающие дом, будут находить общий язык между собой быстрее.